Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня нам нужно обсудить одну тему, которая прошла мимо глаз, пока все отвлечены происходящими событиями в Китае, связанными с блокировками криптовалютных транзакций и майнинга. Кстати, именно вот так выглядит майнинг ферма в одной из провинций Китая, в которой запрещена добыча биткоина. Кроме этой темы, я покажу тебе несколько интересных событий из мира криптовалюты, которые происходят прямо сейчас и которые делают меня все еще оптимистично настроенным в долгосрочной перспективе биткоина. Именно в долгосрочной. Тайм-коды этого видео оставлю в описании для экономии твоего времени. И если ты впервые на этом канале, не забудь подписаться. Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте и событиях, которые с ней происходят. Кстати, на моем втором канале D-Report вышло новое видео. «Биткоин против золота. Дебаты Майкла Сейлора и Фрэнка Джустре». Ссылку на него оставлю в описании. Если будет желание, посмотри его. Это очень интересный ролик, который особенно актуален сейчас. А мы возвращаемся к выпуску. Хочу сразу же отметить, что несмотря на то, что биткоин вчера провалился ниже этой важной скользящей, он все же сумел закрыться выше нее. Почему она важна, я уже объяснял во вчерашнем видео, потому что в прошлом был ранее она служила поддержкой. Ее пробитие вниз может оказаться началом медвежьего рынка. Мы этого сейчас абсолютно не хотим, не так ли? Поэтому нам нужно, чтобы цена биткоина оставалась выше этой скользящей. Ну а теперь давай перейдем к тому, что нас с тобой до сих пор водят за нос. Я уже не раз об этом говорил, но сегодня я в очередной раз это докажу. Они манипулируют твоей психологией. Они делают все, чтобы ты похоронил биткоин. Чтобы ты сказал, да, это конец биткоина. Новости из Китая, Великобритании и тот же крест смерти, который сформировался на графике биткоина и сейчас пиарится вовсю как финальный гвоздь к крышку гроба биткоина, все это является частью одной манипуляции. Но на самом ли деле биткоину пришел конец? В действительности происходит массивнейшая манипуляция на рынке, против которой начинается настоящая война. И сегодня я расскажу тебе о ней, но сначала давай пробежимся по некоторым новостям из мира криптовалют сегодня, которые делают меня немного оптимистичнее по отношению к биткоину. Телезвезда и известный инвестор Кевин О'Лири удвоил свою ставку на зеленый, то есть экологически дружелюбный биткоин. По его словам, если майнеры смогут стать более экологичными, это привлечет больше институциональных клиентов и повысит курс главной криптовалюты. По словам Кевина, менее 1% существующих институционалов рассматривают биткоин в качестве класса активов. И в случае, если майнеры докажут, что добывают биткоин безопасно, эта цифра будет расти, опять же по его словам. Большинство этих институционалов очень сильно сомневается насчет инвестиций в биткоин как раз-таки из-за экологических соображений. Он также добавил, что мы находимся в самой начальной фазе роста спроса на главную криптовалюту со стороны финансовых институтов. Биткоин как актив никуда не денется. Теперь он должен удовлетворять желание институционалов, прежде чем те начнут его покупать. Фактически, Кевин говорит о том, что может привести к росту спроса на биткоин со стороны институционалов. Напомню, что Тесла перестала принимать биткоин как раз тоже из-за экологических соображений. Так что мы видим общее направление интересов крупных денег. Они хотят видеть биткоин более зеленым. Об этом, кстати, и заявил Илон Маск. Он сказал, Тесла начнет принимать биткоин к оплате снова, когда майнеры биткоина будут обеспечены на 50% чистой энергии. Это тоже очень хорошая новость, которая дает надежду, что эта массивная коррекция в итоге завершится хотя бы каким-нибудь восстановлением биткоина. Например, тогда, когда Тесла снова начнет принимать его к оплате. Илон Маск сказал, что это обязательно случится в будущем. Джорни Крипта у себя в Твиттере выложил эту диаграмму. Пока все спорят, закончился ли текущий цикл роста или нет, мы стали забывать истину. Покупающая способность денег у нас в кошельке тает из года в год. И дальше не будет лучше. Она продолжит съедать твои накопления. И чем больше денег будет напечатано, тем хуже будет. Инфляция и рост цен. Вот что действительно бесконечно в этом мире. И поэтому мы должны искать способы защитить то, что нажили своим трудом. Каждый ищет свои способы. Для меня таким способом является биткоин. Он просто математически был создан для этого. Инвестор Тьюдор Джонс признался, что ему нравится биткоин. Он называет его отличным инструментом в своем диверсифицированном портфеле для защиты своего благосостояния с течением времени. Два главных момента. Известный инвестор говорит о том, что биткоин для него способ защиты от обесценивания денег. И также подчеркивает, что его портфель диверсифицирован. Это значит, что он не поставил все на биткоин. И в его портфеле есть множество других активов. И это правильно. Нельзя хранить все в одной корзине. А вдруг как раз тот актив, в который ты вложил все на 100%, соскамится уже сегодня. Или завтра. А может быть через 5 лет. Вот зачем нужна диверсификация. Распределяй депозит по разным активам. У меня, например, есть и серебро, и золото. Хотя я, конечно же, больше верю в биткоин. Сейчас Стюдер Джонс держит 5% своего депозита в биткоине. Также он заявил, что купит еще больше биткоинов, если ФРС США выступит с заявлениями о том, что все хорошо. Говоря об инфляции. Далее его цитата. Мне нравится биткоин. Биткоин это математика. А математика живет тысячи лет. 2 плюс 2 равно 4. И будет равняться 4 даже спустя еще 2000 лет. Мне нравится идея инвестировать в то, что является надежным, последовательным, прозрачным и уверенным. Этим всем является биткоин. Я с этим согласен. И вот почему на долгосроке я все еще уверен в биткоине. Хотя на кратко и средне сроке с ним может случиться что угодно. На самом-то деле. Вчера мы говорили о потенциальном исходе майнеров из Китая в другие страны. Что ж это начинает происходить прямо сегодня. Пятый по размеру биткоин пул BTC.com покидает Китай и переезжает в Казахстан. Об этом они заявили у себя в блоге. Переезд они начали после того, как местные власти сообщили об отключении электричества для майнинговых ферм в провинции Сычуань. Компания BTC.com заявила об успешном перемещении первой партии майнинговых машин в Казахстан. Анти-биткоин-компания в Китае набирает обороты. Власти даже создали специальную горячую линию, чтобы люди напрямую сообщали о любых подозрениях в незаконном майнинге. Вот так. Теперь можно настучать на соседа. Добро пожаловать в прошлое. Итак, давай перейдем к самой главной теме этого видео. Я ее оставил на закуску. Эта тема касается того, что нас до сих пор обводят вокруг пальца и манипулируют нами, как хотят, чтобы заработать. Все эти новости из Китая полный булшит. То, что там происходит, происходит почти каждый год. Настоящая причина падения вот это. И сейчас я все объясню. Начнем с той статьи, которую я показывал в начале видео. Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет регулировать биткоин в 2021. Она заявила, что у нее таких планов нет. Само по себе такое заявление невероятно позитивное для всего криптосообщества, а не только биткоина. Но если они не планируют регулировать биткоин, то что же они собираются регулировать? Комиссия SEC опубликовала свою нормативную программу на 2021 год и исключила из нее биткоин и криптовалюту. Вместо них комиссия сосредоточится на манипуляциях с короткими продажами, как в случае с акциями GameStop и AMC Theatres. Как понятно из этой программы, SEC не идет за биткоином. Она идет за теми хедж-фондами, которые манипулируют рынками, как это было в случае с акциями GameStop. Ну ты помнишь эту историю. Комиссия планирует регулировать людей, которые используют манипуляции, чтобы шортить до посинения. А теперь я хочу особо обратить твое внимание на формулировку их новой нормативной программы. Они говорят, что не будут регулировать биткоин, а будут регулировать манипуляторов ценами, которые шортят рынки. Это означает, что прямого регулирования биткоина не будет, но это все равно повлияет на него, потому что такие же манипуляции, что и на фондовом рынке, происходят и на криптовалютном. Так что же конкретно происходит? В их нормативном плане есть целый ряд правил, направленных на то, чтобы остановить большинство подобного рода манипуляций. Однако между тем, когда эти правила были представлены и тем, когда они заработают, проходит некоторое время. И поэтому эти манипуляторы, которые шортили весь этот рынок вот здесь, пытаются успеть как можно больше за этот промежуток времени. Их нормативный план носит название NSCC002. Пользователь Айн Фахман у себя в реддите объясняет дотошно, почему этот план очень важен и должен быть услышан абсолютно каждым. Вот что он пишет. NSCC002 – это самые большие новости, которые вот-вот придут. И они станут финальной точкой в этой игре. В мае был принят план SEC под названием NSCC801, без возражений. Чтобы этот план вступил в силу, они должны принять и нормативные правила NSCC002, которые, если не будут возражений, примутся 21 июня 2021 года. Я хочу сказать от себя, что эта дата уже прошла и никаких возражений не было. Эти правила были приняты, пока никто не обращает на это внимания. Пользователь Айн Фахман продолжает. Позвольте мне напомнить вам, насколько силен был план 801. Как только этот план вступит в силу, все хедж-фонды, удерживающие короткие позиции, будут отслеживаться комиссией каждую минуту в реальном времени. Этим хедж-фондам придется отчитываться эту каждую минуту за стоимость своих коротких позиций, по сравнению с фактическим количеством денег, которые у них есть в наличии. Если они не будут отчитываться, или же стоимость их коротких позиций будет превышать доступное количество наличных денег, последует немедленное предупреждение о необходимости внести средства, необходимые для покрытия этих коротких позиций, в течение часа. Если и это не будет сделано, все операции хедж-фонда на рынке будут немедленно отменены, а сам хедж-фонд будет полностью ликвидирован с рынка. Так будет происходить с каждым фондом. Это очень жестко. За манипуляторов возьмутся всерьез. Это настолько жестко, что эти новые правила должны предотвратить любого вида сквизы цен на рынке, как в случае с Геймстопом в свое время. Эти шорт или лонг сквизы и близко не будут такими же огромными, как раньше. Но, когда эти правила вступят в силу, то это точно приведет к очень большому потрясению на рынке. Факт того, что об этом никто не знает, просто взрывает мозг. Когда NSCC-002 будет воплощен, хедж-фонды окажутся на привязи, которая будет сжиматься вокруг их шеи тем туже, чем сильнее они будут тянуть цепь. Они будут находиться под таким большим давлением, что произойдет одно из двух. Первый сценарий. Их способности открывать короткие позиции будут на таком минимальном уровне, что наша покупательная способность просто пробьет их стены. И цена будет продолжать расти и расти до тех пор, пока они больше не смогут терпеть убытки и будут вынуждены их покрывать. И второй сценарий. Они могут совершить финальные агрессивные продажи, буквально игнорируя все эти новые правила регулирования. Таким образом мы увидим огромное падение хедж-фондов из-за маржин-коллов. В завершении пишет этот пользователь следующий абзац. Введение этих новых правил коснется не только нас, но и более 100 других активов, в которых у этих хедж-фондов есть короткие позиции. Внедрение NSCC-002 может стать началом конца этой эры. Эры манипуляторов. Итак, 21 июня эти правила были приняты, но пройдет некоторое время прежде, чем они вступят в силу. Но даже если все, на что направлены эти правила, это манипуляторы, которые делают все, чтобы зашортить рынки, это все равно очень позитивные сигналы для биткоина. Вообще весь этот план очень позитивный для биткоина, к удивлению. К удивлению, потому что он предложен комиссии по ценным бумагам и биржам США, к которой я отношусь не очень хорошо. Напомню, что цена биткоина сейчас манипулируется даже каким-то твитом известного человека, поэтому эти правила очень-очень нужны. Похоже, что SEC все же способна на что-то хорошее. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, обязательно прокомментировать и богатеть. До скорого.